Начинаем теперь новую фазу, и сегодня я открываю страничку Парижа, опять-таки Парижа, И для этого я беру внимание, уже использую не Загрязкину, а современную часть, мы будем смотреть учебники Панорама 2, вторая панорама, и, внимание, я указываю на страничку. Пажа 54, страница 54, здесь вещи конкретные, простые, современный Париж, может быть, не все современное, но гораздо здесь интереснее, потому что учебник поновее, цеплю модерн. Итак, я хочу показать вам, из чего состоит здесь этот учебник. Сейчас, мальчика, пущу. Гранд траву у президента. Вещь конкретная, вещь определенная, великие, большие работы президента. Смотрите, здесь, pendant, 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 ces deux grands septembre, le président François Mitterrand a inauguré onze grandes réalisationses kulturelles. Вот, François Mitterrand, президент Франции, осуществил наиболее важные какие-то реализации построения, осуществления культурных. И, il est à l'origine de neuf de ces réalisations. Он у истоков девяти из этих вот новшеств. Итак, здесь la bibliothèque de France, построенная уже во времена президента François Mitterrand. Потом, простите, Musée d'Orsay, его нужно знать, Musée d'Orsay, почему, когда, где он располагается. И еще Cité des sciences et de l'industrie, городок науки и промышленности. Вот, некоторые из созданий современных, и, кстати, значимых, они до сих пор являются тоже частью современного Парижа. И в этом осуществлении сыграл большую роль президент Франсуа Мitterrand. Я возвращаюсь к вопросам, и здесь ничего такого сложного нет. Видите, сразу же идет, во-первых, panorama, 2 pages, 4, 5, 5, вы это видели, panorama, 2, и сразу к вопросам. Сколько он создал этих, сколько он создал культурных предприятий, культурных строительств? Там их 9. Сколько тут зданий в этой огромной национальной библиотеке? Прочтете, национальная библиотека насчитывает там столько-то, столько-то, столько-то зданий. Что находилось в музее d'Orsay? Что находилось в музее d'Orsay? Эта фотография его там есть. В 1900 году. В 1907 году. Что там было? Сейчас музей. И, кстати, музей impressionista. Там выставляются картины импрессионистов. О нем сказано течение импрессионистов. Это очень важное, очень замечательное по своей мощи и влиянию течение. Что там находится в этом городке науки и промышленности? Там об этом сказано. Почему он считает, что это городок имеет также еще образовательную функцию? Там на эти все вопросы ответы есть. То есть, панорама 2, панорама 2, панорама 2, пажа 54 и 55. Эту страничку запомните, будете искать. В библиотеке сам учебник есть. Здесь, я думаю, ничего сложного нет. Все вещи конкретные, простые и вполне вам по силам. Я закрываю. Иду дальше. Спасибо. 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 Продолжение следует...